Дракон Убийца драконов или Драгонслейер. Невероятно большой и тяжелый меч. Главное оружие черного мечника в борьбе с апостолами и другими сверхъестественными тварями, которые встречаются на его пути после затмения. Когда-то давно меч был выкован кузнецом Гадо по приказу короля, которому захотелось иметь в своем распоряжении орудие, способное убить дракона. Гадо, которому надоела служба в королевских войсках и вечная ковка оружия для королевских господ, выковал меч размером, превосходящим габариты обычного человека, вес которого был настолько велик, что простолюдин или даже бывалый вояка не смог бы поднять его, а тем более сражаться. С виду походивший на кусок железа, обрамленный лишь по бокам, и имеющий двуручную рукоять, которая придавала хоть какое-то сходство с мечом. Король не понял иронии кузнеца, который не верил в драконов, из-за чего Гадо, дабы избежать гнев короля, был вынужден укрыться в горах и забрать с собой эту махину, вылившуюся на протяжении многих лет в его оружейной. Пока Гадз не увидел его, именно Гадз был первым человеком, который смог поднять его и сражаться с его помощью. С тех пор Драгонслейер является бесспорным атрибутом Черного Мечника. С его помощью Гадз способен рубить практически все, что попадется на его пути. Людей, животных, духов, апостолов и других астральных существ. Троллей, псевдоапостолов и так далее. Имея каждодневную практику благодаря клейму жертвы, Гадз настолько свыкся и привык к этому мечу, что для него он не является чем-то из ряда вон выходящим, как обычный клинок для обычного мечника. В нашем случае имеющий воистину разрушительную мощь, орудие, пропитанное кровью разнообразных монстров и чудовищ. Меч, который может поднять только один единственный человек. Переходя к характеристикам меча, то тут наверное стоит оговориться. Аниме и манго Берсерк это художественное произведение, имеющее ряд условностей, которые противоречат законам физики. Из этих условностей можно выделить вес Драгонслейера, который варьируется от 180 до 300 килограмм, способ его ношения, а также как Гадз так быстро может вынимать его из-за спины одной рукой и тем более орудовать им так, будто у него перышко в руках. Так вот, размеры убийцы Драконов. Длина с рукояти около 200 сантиметров, плюс-минус 10 сантиметров. Длина клинка без рукояти равняется 160, также плюс-минус 10 сантиметров. Толщина меча равна 4, ширина у основания 30. Если говорить о строении, то меч Гадзо достаточно прост в привычном понимании. Собственно, это широкий клинок с заточкой лезвия по обеим сторонам. Меч из-за своего размера имеет довольно широкое острие, а из-за широкого 30-сантиметрового основания клинка отсутствует крестовина по причине потери эстетического вида меча в конечном итоге. Рукояти клинок с хвостовиком соединяются болтом с двух сторон, который проходит через щиток в форме полукругом. На этом же щитке есть одноцепное звено, служащее средством крепления меча к доспехам Гадзо на спине. Крепится же меч на штифт, расположенный между лопаток черного мечника. По этому поводу Миуэра не особо парится, иногда даже не рисует это все. Так что эту деталь можно спокойно опускать. Еще одной немаловажной приспособой является протез Гадзо, в который встроен магнит, помогающий удерживать двуручную рукоять обеими руками, ибо внутри рукояти расположен стальной хвостовик. Без магнита Гадз попросту не смог бы держать убийцу драконов двумя руками, отчего пропала бы вся его мощь. В итоге, этот магический кусок стали, когда-то сделанный как насмешка, стал артефактом, способным ранить любую астральную тварь. Как говорится, в умелых руках и палка будет стрелять. На этом у меня все. Узнал что-то новое и видос тебе понравился, смело ставь лайк и подписывайся на канал. Пиши комментарии, можно и больше одного, если честно. Эти простые действия помогут в продвижении видео. Также посмотри предыдущие видео на канале. И помните, именно вы мотивируете делать видосы. Спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok